здесь кто-то прямо следит из этих окон за мной вот знак в каком-то фильме про ведьм кто здесь перепугала доспильте нахрен я мы всем привет с вами снова я меня зовут евгений и это очередные приключения с моим участием что на сей раз я отправляюсь в одну локацию в ночь как вы уже заметили уже практически закат солнца я даже не знаю как это преподнести принципе вы уже видели похожие похоже видео с похожими локациями но это отличается тем что она расположена практически в лесу я узнал не совершенно случайно ты написал на стакане подписчик и поведом не такую историю более 200 лет назад она принадлежала 1 смысл такой что местные жители видят в темное время суток люди уже много ночью какую-то странную женщину который ходит около этой усадьбы на вид где-то около 50 лет и она одета в старые платья которые носили ну где-то лет 200-300 назад знаете как там носили барышни княгини вы сейчас наверное думаете что я веду к тому что это якобы призрака этой самой книги на самом деле лично я мое мнение такое что я в это слабо верю во первых во вторых у меня есть такой вариант то что это может быть какая-то душевно больная женщина и реально она ходит там около этой усадьбы по ночам и тем самым пугает местных местный народ сейчас я отправляюсь в ночь да и выясню на самом деле что же там происходит или это действительно какая-то женщина которая немного не в себе или же это реально призрак этой самой книги не приучайтесь я думаю что будет интересно ребят смотрите я сейчас начну рассказывать вам про эту усадьбу и и мне такой первый раз просто видеорегистратор пристал записывать видео картинка замерла смотрите вообще ничего не пишет и реально странно сейчас ехал совсем другую область уже дома отъехал прилично километров наверно 200 круглого кукурузного поля опять какой-то поселок вообще не знаю куда я еду меня навигатор ведет уже хрен знает сколько времени не понятно куда то ли туда еду то ли нет ребят сейчас проезжаю так вот кладбище находится рядом с каким-то поселением реально очень старое кладбище смотрю там надгробие очень старые что они сюда что-ли поворачивать короче ребят хрен его знает заблудился вообще не заехал не туда кто ветер резко поднялся пришлось открывать вот такую карту вот видите вот вот это самая усадьба я нахожу сейчас здесь по всей вероятностью не ехать именно он туда ох ё-моё да здесь реально можно забуксовать я блин никогда не ищу легких путей попадая в какую-нибудь задницу это очередной раз дожди разбыли дорогу охранять какие тут большие здоровые деревья ребят там дальше идет дорога она извилиста и явно не для моей легковой машины придется вставлять ее где-то здесь и идти пешком дальше ребятушки ну что короче сейчас приехал сюда на локацию я сейчас уже выходил из машины не стал снимать этот момент я выходил для чего пока еще не совсем стемнело для того чтобы снять с дрона получше эту усадьбу рассмотреть сверху что что на себя представляет произошли наверное три таких вот непонятных для меня ситуации первое из них это то что как только дрон взлетел я начал облетать усадьбу буквально где-то через минуты-полторы с ним просто-напросто прервалась связь а я ничего не видел благо он был недалеко я видел просто визуального воздухе и таким образом мне удалось увернуть назад ладно я может грешу на спутнике что они плохо поймали поэтому так произошло второй момент это то что значит фонарь на моем прожекторе у них она не работает он находится сейчас унесет прям рядом с камерой и аккумулятор был полностью заряжен я включаю вообще не работает сейчас возьмем второй аккумулятор попробую может быть что-то отошло вот так чтобы вообще не гореть умееток не подводил ну и наверно такой страшный момент ребят когда я только опускал дрон я не спорю там находится поселение где-то отсюда может быть в полу километре но слишком как-то близко все слышно крики но клики голоса людей может быть амулет какая-то молодежь когда я только пускал дрон в этой самой усадьбе который вы сейчас увидите что-то внутри прям близко близко к окна с окнами мне не закройте был какой-то звук похожий на знаете как будто кто-то или наступил на кирпич или или кто-то кинул кирпич общему звук удара именно кирпич об кирпич об кирпич так правильно сказать периодически устой стороны там дальше доносится какой-то доносится лай собак и там какая-то движуха я думаю что то наверное все таки местная молодежь так камера не записи пошли камера 2 записи тоже пошли ну что ребятушки слава богу фонарь удалось подчинить поменял аккумулятор и странное не пойму почему я заряжаю этот аккумулятор он всегда он причем он новый он хорошо работает светим как только приезжая на локацию заброшку и и тут же он перестает светить перестает работать смотрите как это жутко и полу мертвые деревья вот вообще высохшее мертвое дерево на пути к этому к это сами здесь ели и не знание высотой сколько метров ребят вот там вот стоят там и вот там круче не очень высокие так подразумевая наверное они сажались еще тогда когда здесь кто-то жил в этой усадьбе короче мне вон туда ух ё-моё что это за фигня на дереве короче ребята тряпка похоже знаете на что на в общем я не помню что за хреновня но она похожа за какую-то накидку женского такую раньше в старинные времена накидывали на себя я знаю как она называется какая-то так ладно что там такое а нет это просто просто какая-то я на слуху нихрена здесь сколько мусора да вот эти вот старинные места по которым когда-то представьте 200 там или больше лет назад ходили что был за какой-то звук похоже на стекло как будто дали чем-то по бутылке мне чего-то вот с каждым разом все больше и больше не очень хочется одному посещать ох ё-моё я напугался ребят это не видно на камеру короче вон уже начинается корпус это усадьба ухренеть тихо что за звук всегда очень сильно напрягает то что звуки такие просто ветра не малейшего даже услышать опять ни малейшего ветерка ни малейшего движения листвы вообще и какие-то звуки трески очень очень сильно напрягает вот так вот в темноте так вот ребят я не закончил мысли то что последнее время мне реально одному вот так вот посещать всякие такие места стало весьма весьма очень напряжно я уже здесь действительно думал о себе найти какого-то напарника и с ним с ним отправляться вот по таким локациям смотрите вот так вот это выглядит темноте и 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 этому зданию лет этой усадьбе точнее в общем тут все на плачевном достаточно состоянии что интересно назначились кольца почему здесь вот я где-то наверное да вот тут где-то я залетал с дроном и когда я его пускал на землю звук был где-то где-то вот там вот так я так понимаю наверное основной вход там он практически весь завален мне реально мурашки по коже пошли каким образом там можно было залезть и что-то написать в общем ребят я не знаю где здесь видит эту женщину по ночам но говорит что говорит что находит здесь около этого здания там еще какое-то строение я не совсем понимаю вот эта арка и где тут ход получается вот сюда наверно заходила на и я зашел на нас внутренне получается стороны здесь вообще полностью все там и заросло листвой здесь идет какая-то тропа так что там кто-то идет что ли я только что там видел фонарик тут светит светится фонариком короче пока секунду отключил свет кто-то идет фонариком возможно просто я не нагнетаю страха но это весьма неприятно ребят когда ты находишься вот так вот ночью лазишь хрен прям 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 рядом со мной может там кто-то проходил из местных может там я не знаю дорога идет на другую часть этой деревне я не понимаю там звук относится оттуда очевидно миллион процентов что там какой-то человек что он там делает в темноте объяснить мне пожалуйста слышите 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 меня это не не а а а Продолжение следует... Ребят, там кто-то, что-то, наверное, может ворует, я не знаю, но в полной темноте. Я слышу, что там какая-то движуха. Я лучше пойду, пожалуй, от греха подальше. Зайду опять внутрь. Внутрь усадьбы. Так, ладно, друзья, давайте... Как интересно туда попасть, на верхние этажи. Неужели там все обрушено? Так, ладно, давайте где-то посмотрим вот то крыло. Знаете, что я больше всего боюсь, всегда на заброшке, я всегда об этом говорю? Это встретить какой-нибудь, найти какой-нибудь труп. Это будет просто люто. Просто люто, я не знаю, наверное... Ох, е-мое, там реально опасно, смотрите, так уже торчат плиты, кипичи. Короче, я, наверное, точно обозрусь от страха. Нет, это просто обрушилось лестничный пролёт. Всё равно... Ох, е-мое... Что сейчас это был за крик? Реально показалось, что там какая-то морда. Я не знаю, откуда. Всё, этот цветок, ну, может быть, просто местная молодёжь. Там вот есть какие-то дальше проходы. Так, ладно, ребят, короче... Я недавно буквально узнал о том, что церковная свеча, якобы, я не знаю, насколько это правда, в общем, есть церковная свечка, и вне храма, в каких-то местах, где якобы могут обитать бесы, если зажать эту свечку, то они её тушат. Давайте сейчас просто проверим эту легенду, насколько она правдива. Я ставлю прямо здесь, около этого цветка, сейчас зажжённую церковную свечу, и я сам пойду... Пойду дальше. Мне не покидает до самого последнего момента. Вот сейчас чувствую, что здесь кто-то прямо следит из этих окон за мной. Ребят, это просто, я не знаю, какой-то... Леденящий душу страх. Что, ребят, вот такая вот церковная свечка. Вернусь чуть позже сюда, посмотрим, будет она гореть или нет, или будет вообще что-то происходить. Здесь какие-то надписи малей, так странно, но я ещё здесь не видел пентаграммы. Надо быть всегда аккуратным, особенно в таких вот полуразрушенных зданиях, которым хрен знает сколько лет. Нет, ещё даже есть в некоторых местах кафель. Так вот, там, я так понимаю, подвальное помещение, на... Хрен на себе. Нарисуем вот так вот на всю стенку череп. Так, ребят, по идее, свечку я оставлял там, но что-то я не вижу, чтобы она горела. Подождите, а нет, вот там я оставлял её, да? Так, ребят, я не знаю, но... Блин, свечка, короче, должна быть вон там пролёте. Сейчас там я не вижу вообще никакого блика света. Неужели она, правда, потухла? Ладно, я вернусь к ней позже и всё проверю сам. Да, здесь очень-очень опасно, и можно просто-напросто себе что-нибудь сломать. Что-то только что, сейчас упало мне, какой-то кирпич, что ли? Я не знаю, наверное, это упал какой-то кирпич просто сверху, но такое чувство, как будто его кто-то кинул извне. Мне показалось, что это какой-то крест. Слышал? Слышали? это не переслышу что-то крал окошко это знак или в каком-то фильме про ведьм что-то похуже я не берусь утверждать на очень-очень что-то похоже мне прям сейчас аж пронзила душу реально леденящий страх я первый раз слышал что так орала кошка такое ощущение как будто какая-то крематория внизу вообще обрушен пол туда опасно идти мне кто-то написал из подписчиков что когда ты лазишь по таким местам бери с собой какой-то я слышал который раз какой-то странный смех он вроде как-то похож на детский но в то же время ребята уже время 12 часов ночи кстати в той стороне которой сейчас иду откуда издаются эти звуки услышите опять там вообще расположен лес подвал как я не хочу спускаться мне кажется все самое интересно наверно находится там внутри вы знаете тут это уже реально реально страшно время и повторюсь 12 часов ночи давайте я так скажу я не думаю конечно что это какие-то призраки что-то связано с паранормальным скорее всего это кричат какие-то наверное местные подростки я не слушаю голосов факт в том что не слушаю разговора просто периодически вот такие крики или какие-то какой-то вой ребята знать этот по ходу заблудился так ладно наверное пойду попробую пройти вот сюда это какой-то подвольное помещение это очень выглядеть ненадежно только бы до нее не дотрадиваться ух ёл просто ветка знаете как будто сдалека кажется это какой-то маленький знаю какой-то черт что ли так вот висит к верху вниз головой точнее и пустив руки а есть какие-то непонятные странные обозначения 111 и написано что-то еще ребят пока что на ходе хочу здесь такой звук странно но буквально находясь там сейчас несколько метров назад там было эхо здесь здесь его нету хренеть здесь все просто поросло знаете деревья и всякие кустарники они просто растут я не знаю из без бетона посмотрите за дерево она выросла просто вот так вот из бетонной плиты корни и посмотрите какой она уже высоты охренеть природа а природа все она берет свое и конструкция изобретенной человеком не могут ее восстановить здесь реальные катакомбы в которых можно заблудиться и имею такое ощущение что я именно это уже и сделал там тупик что там смрушит собака что ли ну и кошку с с с с с Субтитры сделал DimaTorzok Гад, блин, это, блин, походу кошка, блин, или я не знаю, что это, может это какая-то лиса была, а вот только что буквально вон в ту дырку прям шмагануло Блин, напугала до смерти, нахрен Она затаилась, когда я кинул кирпич, вообще не подала никакого звука, и выскочила только тогда, когда я отулёгся Ребят, я походу тут действительно заблудился, я даже не представляю, куда я сейчас иду, потому что здесь какие-то лабиринты Которые идут под землю, потом выходят заново вот так вот на улицу И куда я сейчас вышел? Кренеть Воняет мне Какой-то тухлятиной Бух, не хрена себе Блин, я даже сквозь мазку Даже глаза режет Так, ребят, я не знаю, но я даже не знаю реально, куда я сейчас иду По звуку издают такие деревья, в которых периодически что-то, что-то вот так вот падает Просто повсюду растут, растут кусты деревья, они просто растут реально из стен Охренеть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok я не знаю это наверное или кот или какая-то лиса которая была вот там вот в подвале ну если так вообразить было похоже можно было предположить что это какой-то человек вот так вот когда я шел там он здесь стоял стоял вот здесь как только я поднял камеру сразу же дернулся туда почему так вот зашитались ветки но это блин конечно ребят человек а в любом случае его я навел больше бы наверное шуму я думаю есть жители этой самой заброшки здесь какие-то надписи охренеть надпись которым наверное уже лет сто если не больше какие-то обозначения какие-то символы здесь я одному стоит какая-то тропа давайте я просто посмотрю куда она может везти причем видно что по ней ходят люди я вижу такие цветы которые по ростам которые высотой где-то около трех метров это если эта судьба продолжается еще здесь деревья кто там уже хрен знает сколько лет это что-то как-то поддул порезко ветер странные засечки на на вот этом стволе дерева без рельефа даже не хочу ух ёб ахренеть пух ёб перепугал а до спирте нахрен не знаю это походу было наверно сова или еще какая-то птица мне по размаху крыльев было слышно что блин она достаточно таких немаленьких размеров ёб так нет я здесь явно не был секунду я здесь был я здесь был потому что я помню что висела вот эта вот хреновня знаете несколько минутами ранее я вышел вон там на улицу а прошел за угол здания я пошел потом по тропинке тропинка уходила довольно таки далеко оттуда дальше я завернул опять в какой-то корпус усадьбы и вылез у десет как-то нереально быстро срезался путь я еще раз пройду так же так так в общем если я выйду если я выйду сейчас здесь так так а где тропинка тропинка нужно идти где-то здесь где-то здесь так у меня что глюки что ли ребят я реально тут заплутал ну как же так она где-то должна идти здесь у меня такой первый раз реально так подожди нет 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 ну не может такого быть где-то где-то ты где же я проходил блин я не могу найти эту тропинку блин или я действительно заблудился что не могу сориентироваться просто в этой локации тихо 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 Что, ключи что-ли? Я не знаю, насколько видно это на камеру Меня, может быть, проглючило Короче, я реально видел Я не утверждаю на сто процентов Но мне показалось Как будто действительно там прошел сейчас Какой-то человек Где-то вот здесь Ребят, я вижу отсюда как Свечка горит Это когда я лазил вон там Мне казалось Мне казалось, что тут Вообще не было никакого Блика света Ребят, может она пошла туда Если это действительно был призрак Этой Этой графини Здесь есть кто-нибудь? Давайте скажем фразу Дима, сленького Здесь кто-нибудь есть? Дима, сленького Здесь Ну, это следовало ожидать В таких местах Какая-то скамейка Ребята, короче Может, я неловко Неловко как-то Так вот дернулся свечкой Но она потухла Именно здесь вот в этой комнате Может быть, я действительно Здесь водятся какие-то бесы Потому что Вот здесь вот Находится вот такая вот вещь Но я думаю, наверное Не стоит объяснять, что это такое Очевидно, что здесь аура Очень и очень Нехорошая Свечка потухла Именно здесь Бля Пойду-ка я, наверное, По нему и слышу наверху Мне постоянно Слышится, что там реально Кто-то ходит И такое ощущение Как будто кто-то Смотрит на меня Извне Смотрит на меня С вами был Женя Всем пока Спасибо, что оставались со мной Досмотрели до конца это видео Я думаю, что как обычно Вам понравилось это приключение Подписывайтесь, кто еще не подписан Думаю, что этот видос заслужил От вас сегодня лайк Всем пока До новых встреч Увидимся в новом Страшном выпуске Моего канала Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok